Пусть Господь благословит каждого из вас! Поприветствуй своего соседа, скажи, как рад ты его видеть! Вчера в Ереване мы праздновали день, который мы называем День Еревана. И по радио, по ТВ мы могли услышать Ереван с днем рождения. Но, знаете, я думаю, что город не имеет силы без его жителей. Есть один город, Чернополь, он неподалеку от Киева. В один из дней там случилось несчастье, произошла авария, и на сегодня город пуст. Есть магазины, есть здания, все стоит, но жителей нет. И можно назвать его мертвым городом. Не стены украшают город. Не дороги украшают город. Жители города украшают его. Люди, которые живут правильно, помышляют правильно. Дай Бог, чтобы на самом деле поднималось то поколение, которые будут украшать свои города и будут праздновать не просто День города, а граждане этого города будут гордиться, что они живут там. И люди, чтобы не спешили уезжать из этого города, а наоборот вернуться туда. Есть очень много стран, столиц. И обычно в столицах, ну, например, в Европе, местные жители не любят жить там, а любят жить в окраинах. И они любят эти окраины и строят их. И, честно говоря, я мечтаю, чтобы где бы человек ни жил, он любил свой город и не спешил переезжать в столицу. И я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех людей, которые вчера молились за город. Я не понимаю, почему в христианской стране День города почему-то связывают с какими-то языческими праздниками. И поэтому мы вчера решили на машинах, пешком, некоторые на велосипедах ходили по городу и молились, благословляя улицы города. Совершая автопробег, так же молились люди. И многие из вас вчера молились за наш город. И Божье Слово говорит, оно никогда не обманет. Благословением праведникам город возвышается. Слава Иисусу! И вы наверняка понимаете, что это означает. Это не означает, что здания будут возвеличены. Хотя так же экономика так же будет процветать. Но народ будет процветать. Это мой город. Я вырос здесь, родился и вырос здесь. И я счастлив. Я люблю этот город. Не я его выбирал. Я не выбирал, где мне родиться. Но так было для меня предназначено. И я помню этот город еще с детства. Но я думаю, меня поймут те люди, которые также здесь родились. И, наверное, вы так же, как я, знали все деревья, где росли априкосы, яблоки. Мы, жители города, знали, где можно нарвать, а точнее своровать эти яблоки и априкосы. И за нами обычно в конце концов начинал гнаться сторож этих садов. Мы знали все бассейны, где можно было покупаться, потому что вы знаете, что Армения не богата морями. И поэтому сад на монументе, это был наш сад. Мы любили там проводить время, купаться, плавать. Но на то время город почему-то был каким-то сереньким. Потом он начал раскрашиваться в красивые яркие цвета. Потом в 90-х годах по городу начали протягивать провода. И сегодня, когда ты смотришь на небо, ты знаешь, что видишь, почему-то ты видишь небо в клеточку, потому что все пространство почти что пересечено проводами. И после того, как опроводили город, начали ставить железные какие-то столбы. И этих столбов ты мог встречать все чаще и чаще. Потом его стали застраивать. Но знаете, что интересно, как мы читаем в Ветхом Завете, не было у них царя, и каждый делал то, что хотел. И так началось строительство в Армении, без всякого архитектора. Каждый строил так, как захотел. Вбок, влево, вправо. И чем дальше, красота стала пропадать. Но я верю, что идет новое время, когда Ереван начнет уже озеленяться, будут сажать больше деревьев. И это будет не только красивый город, но также город, исполненный верой. Людьми, которые верят в Иисуса Христа. И мы будем продолжать молиться за наш город. У меня где-то не было здесь 10 дней, и я вернулся уже в Ереван. И сегодня рад служить вам. Мы со своей супругой были в Иордане, в Ливане и также в Турции. То есть, три страны побывали в Омане, в Беруте и в Стамбуле. В трех городах. И сегодня, во время проповеди, я расскажу несколько свидетельств. Но знаете, что было потрясающим видеть, как люди в мусульманских странах открыты для Евангелия? В пустынях. Во всяком месте, где мы проповедовали Евангелие. Также прекрасно, что там поднята церковь, но также прекрасно, когда ты лично беседуешь с людьми и видишь, как они каются. Церкви растут. В Омане мы проповедовали в церкви, где было где-то 500 арабов. Ну, армян где-то было 2-3 человека. И на самом деле, мы увидели пробуждение детей, потому что большая часть из них были дети. И, конечно, самое больное место, где мы были, это были лагеря беженцев. И люди мне часто пишут письма. И однажды мне из Армении написали, что наши дети в чем-то не нуждаются, что вы начинаете помогать детям из других стран. Знаешь, мне кажется, что это вообще обвинение не в мою сторону, потому что мы также поднимаем и детей в Армении. Но я вам скажу, что состояние детей в Армении несравнимо с тем состоянием, которое сегодня переживают беженцы вне Армении. Дети дрались из-за банан. Они живут в грязных условиях. И организации, очень много организаций помогают им, оказывая гуманитарную помощь. Но дело церкови не только гуманитарная помощь, но также и помогать человеку как личности. И плюс еще, да, в Армении также могут быть дети, которые живут в нищете. Но они не подвергаются риску, чтобы дети, девочки были проданы в публичные дома, а мальчики были проданы в террористические группы. Но там все дети, они подвергнуты этому риску. И наше дело там, что какую работу мы проводим там уже длительное время, мы даем им образование. Мы их учим также читать, писать, также читать Библию. И они принимают христианство. И дети так открыты для Бога. Вы бы видели, как они поднимают руки, как они прославляют его, но у нас было два пути. Одна группа нас ожидала, чтобы нам помочь им, а другая группа была группа мужчин, которые курили кальян и почему-то очень агрессивно смотрели на нас. И я, честно говоря, сегодня думаю, им Господь помешал, чтобы они начали драться. Или просто они так были увлечены кальянами, и просто неохота было вставать со своих мест. Но мы закончили наше дело, и Господь был прославлен. Дети пережили Божию любовь. Слава Иисусу! Я расскажу несколько свидетельств во время уже проповеди. И я хочу начать сегодняшнюю проповедь с Евангелия от Матфея, 28 глава, 20 стих. Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Иисус сказал, я буду с вами до скончания века. Давайте немного войдем в воспоминания и вернемся в наше детство, когда мы были еще малы. Вспоминая свое детство, я помню, когда наступало лето, и вообще весь мир, можно поделить на несколько частей, но когда наступает лето, все тянутся к солнцу. Но мы, жители Армении, почему-то тянемся туда, где не так уж тепло. Да, мы ездили на море, тогда все дороги были открыты, и ты мог спокойно перемещаться. И мы часто ездили даже на сэван, на электрические, на автобусы. И я думаю, что самый прекрасный путь – это было возвращение в деревни. И деревни были исполнены отдыхающими. И я, как все обычные люди, со своими родителями, также ездили или на море, или на сэван, или возвращались в деревню к своим родственникам. И мы были маленькие с моим братом, и мы были настолько шаловливы. Мы так любили бегать по вагонам, стучаться в двери купе, убегать. И нам не было совершенно, не было страха, потому что с нами были наши родители. Когда мы на автобусе ездили в деревню, мы также любили шалить, нам делали замечания. Но нам было так хорошо, потому что мы были опять с родителями, и нам не было совершенно страшно. Когда мы ездили на озеро сэван, мы также не задумывались, а что мы будем кушать, как там будем быть, чем заниматься. Самое первое, что мы делали, мы как только достигали берега, мы сразу же бежали купаться. И мы совершенно не осознавали, что у нас могут быть какие-то проблемы. Но когда нам исполнилось по 14-15 лет, мы решили убежать из дома и поехать на сэван, чтобы поплавать там. Мы собрали некоторую сумму, купили билет, сели на автобус, на тот же самый автобус, где мы любили шалить. Но почему-то мы сели очень серьезно, не бегали, не игрались, не шумели, потому что нам казалось, что все следили за нами. И вся земля вертелась вокруг нас. Поэтому мы так сели серьезно, и вдруг в автобус поднялся милиционер. И мы подумали, все, это за нами. Хотя мы не понимали, за что. И мы прямо окаменели. Остановку спустя, милиционер спустился, но мы продолжали сидеть, не двигаясь, потому что нам постоянно казалось, что за нами следят. И мой друг сказал, послушай, а мы сможем поплавать? Я сказал, наверное, да, но у меня такое предчувствие, почему-то все смотрят на нас. И я сегодня осознаю, что значит, когда ты с отцом, и когда ты путешествуешь один. Я думаю, каждый из вас сможет вспомнить ваше первое путешествие, когда вы были одни. Потом мы начинаем привыкать, страх уходит, и мы уже спокойно путешествуем одни. Можно сказать, что верят так же. Сначала мы ходим с отцом, а потом мы решаем убежать из дома, где-то погулять. Вначале это страшно. Есть осознание греха, а потом ты к этому всему привыкаешь. И ты начинаешь жить и не осознавать, что тебе что-то не хватает. Недавно мой друг отправил мне одну историю, с которой я хочу поделиться с вами, потому что она очень похожа на ту историю, которую я рассказываю сегодня вам. В одной семье рос мальчик, и каждый раз они с семьей ездили к бабушке в деревню. И в 14 лет это тот возраст, когда ребенок хочет доказать, что он уже взрослый. Вы, наверное, это почувствовали, что дети до 20 лет хотят доказать, что они взрослые, а после 20 они начинают требовать к себе внимания и говорить, что нет, они еще маленькие. Но это нормально. Это происходит со всеми. Итак, до 20 ты доказываешь, что ты взрослый, а после 20, что ты все еще юн и молод. Итак, возвращаясь к этому мальчику, он говорит, я хочу один поехать к бабушке. Ему говорят, ну ты не сможешь. Он начал доказывать, нет, или я поеду один, или вообще не поеду. И он начинает диктовать свои условия. После двух дней спора отец соглашается и говорит, хорошо, я тебе отпущу одного, но только с одним условием. Я тебе напишу одно письмо. И когда тебе будет сильно страшно, тогда ты откроешь и прочитаешь это письмо. Ну, ребенок недолго подумал, сначала отказался, а потом подумал, ну что сделает мне это письмо. Все равно я его не открою. И он увидит, что я его не открою. Он взял это письмо, и первый раз, поднявшись в поезд, в электричку, на которую он должен был поехать к бабушке, вдруг он чувствует, что его начинает одолевать ужас, потому что ему кажется, что все смотрят на него. Кто-то подходит к нему, начинает кричать на него, обвиняясь, что он сел не на свое место, хотя он занял именно свое место. И на него начинает одолевать ужас. Потом он начинает бояться, что он может пропустить остановку, где живет его, станцию, где живет его бабушка. И чем дальше он отъезжал от города, тем больше он начинал, его больше начинал одолевать ужас. И когда ему становится совсем страшно, он все-таки решает открыть письмо отца. И когда он начинает его считать, вдруг он видит, что там написано, что сынок, сынок, ничего не бойся. Я сижу в соседнем вагоне и слежу за тобой. Знаете, так и Господь, Отец наш Небесный. когда нам кажется, что где-то мы проходим одни, Он говорит, и вот так я с вами до скончания века. Куда бы ты не пошел бы, ты должен осознавать, если ты даже захочешь уйти от Него, знай, что твой Отец в соседнем вагоне, и ты под Его защитой. Слава Ему. Аллилуйя. И когда я раньше читал это местописание, что во всякое время я с вами, я начинаю сегодня понимать, что человек может оставить человека, но Бог, Он всегда с нами. Он всегда благословляет нас и поднимает нас. И, как вы уже помните, я проповедую серию проповедей. Несколько недель тому назад я проповедовал о том, что мы должны хранить Слово. И я говорил о хранителях Слова. Как это важно, сохранять Слово в нашей жизни. Но мы не сможем его сохранять, если у нас его не будет. И когда мы сохраняем Слово, приходит время, когда Слово начинает хранить нас. Потом я начал проповедовать о людях, которые сохранили веру. И что нам необходимо жить верой. И продолжая серию этих проповедей, я сегодня хочу говорить о хранителях имени Иисуса Христа. Что пришло время, когда нам необходимо хранить Его имя. И сегодня понятие Бог, оно относительное. Если будет стоять перед тобой буддист, мусульманин, или кришнеид, или христианин, и ты скажешь, Слава Богу, все скажут, Аминь. Но попробуй только в это время сказать Слава Иисусу Христу. Представители разных религий, они обернутся против тебя. И сегодня многие могут тебе говорить, какая разница, мы все верим в одного и того же Бога. Так мне часто говорили в мусульманских странах. Отец един. И тогда я им говорю, если мы верим в одного Бога, тогда вы можете со мной сказать Слава Иисусу Христу в ответ молчания. Они не могут. И вся проблема в имени Иисуса Христа. Но Господь нас призвал, чтобы мы сохранили Его имя. И сегодня многие говорят, что они верят в Бога, но только попробуй перед ними сказать об имени Иисуса, у тебя начнутся проблемы. В Откровении во 2 главе написано в 12 стихе, Знаю твои дела и знаю, где ты обитаешь, где ты живешь, там, где престол сатаны, что содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, и где был умершлен верный свидетель Мой Антипа. Слово говорит о Пергамоне, городе, где расположен был престол сатаны. Но выясняется, что даже в том месте, где царствовал дьявол, можно сохранить имя Иисуса Христа. И обращаясь к церкови, Господь говорит, ты не отреклась от веры и сохранила имя Мое. В городе, где стоял престол дьяволу, и шло там поклонение. И что интересно, этот престол потом исчезает. Я, снимая однажды там передачу, мне было интересно, куда же пропал этот престол. И знаете, что выяснилось? Что этот престол был перенесен в Берлинский музей, и Карл Маркс, Энгельс. Знаете, вот эти бородки, которые они носили, это был образ, определенный образ, это сатанинский образ. И они также поклонялись в Берлине. И оставили большое влияние на Россию и также на Ленина. И вы знаете, музей Ленина был также построен по архитектуре, похожей на форму этого престола. Несмотря на то, что во времена коммунизма дьявол попытался поставить свой престол, были огромные гонения на веру. И даже писатели, на то время почитаемые писатели, писали против Иисуса Христа. И на то время было очень сложно исповедовать Иисуса Христа. И тогда советский режим принял такое решение. Давайте не просто отвергать, что Бог есть, а просто унизить имя Бога. И вы знаете произведение Михаила Булгакова, где он описывает Иисуса Христа более немощным, чем дьявола. Атеизм исповедовал, что Иисуса нет, Бога нет. Но тот, кто говорил, ну может быть, представлял его очень немощным, потому что часть престола Сатаны был также расположен в России. Но, несмотря на это, имя Иисуса Христа распространялось во всяком месте. И никто не может победить имя Иисуса Христа. И не важно, что сегодня творится вокруг тебя. И, может быть, на тебя скрежут зубами. Ожидая, когда ты скажешь об имени Иисуса Христа, чтобы напасть тебя, не бойся, потому что в имени Иисуса Христа есть сила. Евангелие от Матфея в 26 главе в 39 стихе написано, «Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен кряды во имя Господня». Вожье Слово говорит, «Не увидите меня, пока не скажете, благословен идущий во имя Господне». в Евангелие от Иоанна в 16 главе в 23 стихе написано, «В тот день вы не спросите меня ни о чем, истинно-истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя Мое, даст вам». Опять же, прочитаю, В тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем? Не попросите Отца во имя Мое. Вот почему дьявол боится имени Иисуса. Иисус говорит, во имя Его Отец даст. И до ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Божье Слово говорит, до ныне не просили во имя Мое. Он обращается к евреям. То есть евреи молились Богу, но Иисус говорит, попробуйте попросить во имя Мое. Поэтому также и мы, христиане, мы должны молиться во имя Иисуса Христа. И написано, примите, и могут тебя спросить. А разве невозможно, чтобы ты просил во имя Иисуса Христа и не получил? Возможно. Потому что Божье Слово также говорит, просите по воле Его. И молитва Отче нас написана, дай нам по воле Твоей. И да будет воля Твоя. Потому что иногда нам кажется, что все хорошо, и мы просим на благо. Но в конце них может быть смерть. Поэтому нам необходимо просить во имя Иисуса Христа и говорить, да будет воля Твоя. А воля Его благая, угодная и совершенная. Слава Ему. Не делать заказы Иисусу, а просить у Него. И сегодня почему-то принято исповедовать. Во имя Иисуса у меня будет это. Но Божье Слово говорит, просите во имя Его. Я бы так хотел, чтобы христианский мир от исповедания вернулся к молитвам. Да, конечно, исповедания также важны, но также есть молитва. Молитва просьбы, когда говоришь, Отец, во имя Иисуса помилуй меня, дай мне, помоги мне, победи меня. И Иисус говорит, да ныне не просили во имя Мое, но теперь просите, слава Ему. Вот почему дьявол болится молитвой во имя Иисуса Христа. Может быть, нам необходимо откровение об Его имени, об имени Иисуса Христа. Есть сила в имени Его, потому что только Он пролил Свою кровь за каждого из нас. А Его кровь, она сильна. Это не обыкновенная кровь человеческая. Это была кровь безгрешная. Будда не стал распинать себя ради человечества. Только рождение Иисуса Христа было небесное, в отличие от Будды и от других богов этого мира. Магомед, он также родился от людей и также не был распят ни за кого. Знаете, от чего умер Будда? Никогда не смейте сравнивать Будду с Иисусом Христом, который был распят за нас. А Будда умер от обжорства. И вы, наверное, замечали, что приносят к статуе Будды еду. Вы всегда увидите перед его статуей очень много еды. Может быть, там есть какая-то философия, но когда ты идешь к гробнице Иисуса Христа, люди туда приходят с поклонением, а не с едой. Потому что есть имя в Его, есть сила в Его имени. Деяние, 9 глава, 15 стих. Знаете, что больно? Я замечаю, что чем дальше, даже в церквях уже меньше проповедуется об имени церкви. Заповедовали им, чтобы они больше не проповедовали об именем Иисуса Христа. Посмотрите, почему дьявол боялся проповеди во имя Иисуса Христа. Объясню, потому что в послании римлянов, 10 главе, мы читаем, каждый, кто призовет имя Иисуса Христа, будет жить. А дьявол не хочет, чтобы мы жили. Но в Деянии, во 2 главе, 21 стихе написано, и будет тот день, как кто призовет имя Иисуса Христа, будет жив. Дьявол не хочет, чтобы люди спасались и живы. Но Божие Слово говорит, каждый призывающее имя Господне будет спасен и будет жить. И что означает имя Иисуса Христа? Помазанный Спаситель. Аллилуйя. И сегодня мы сохраняем имя Иисуса Христа. Мы сегодня сохраняем имя Иисуса Христа. Когда мы приходим, чтобы прославить Его, поклониться Ему, мы приходим во имя Его. И сегодня бесы также боятся имени Иисуса Христа. Давайте не идем далеко. Вчера во время служения одна женщина, ухоженная, красивая. И когда я провозгласил, что во имя Иисуса Христа люди будут освобождены, исцелены, она упала и начала освобождаться. Только имя Иисуса Христа имеет силу освобождать, исцелять и изменять нашу жизнь. И теперь на вопрос. Разве Бог не везде один и тот же? В Деянии, в 9 главе, в 15 стихе написано, Господь сказал ему, иди, вон есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. Это история об апостоле Павле. Когда Бог его призывает, посылая ученика в своего апостолу Павла, говорит о нем, что он будет возвещать имя Мое. Теперь я говорю всем, кто читал Библию. И я верю, что в нашей церкви 90% хотя бы прочитали Библию и Новый Завет. Однажды один человек мне сказал, знаете, в чем ваша сила? Я сказал, в чем же? Что в вашей церкви, в отличие от других, где знают Божие Слово только священники, а в вашей церкви Слово Божие даже знают дети. Нас это радует. Итак, кто читал Библию? Я хочу спросить вас. Павел, когда еще был Савлом, он был верующим? Он был ревностным верующим? Он молился Богу или нет? Тогда почему же Бог пришел, чтобы изменить его? Что Богу не понравилось? Он же верил в Бога, а Бог один и тот же у всех. И все мы молимся одному и тому же Богу. Да, он молился отцу, но отец сказал, послушай, с этим парнем что-то не то, что-то ему не хватает. Опять же, повторяю, тем людям, которые говорят, нет разницы, Бог один. Сегодня это распространяется для того, чтобы не было возвещено имя Иисуса Христа. Апостол Павел молился Богу. Савл молился Богу. Ты можешь прочитать об апостоле Павле, о Савле, каким он был ревностным верующим. Разве это не так? Но в один из дней Иисус предстал к ней перед ним и сказал, с этого дня так ревностно будешь возвещать имя Мое. И после этого дня, читайте Евангелие, куда бы ни шел апостол Павел, он распространял и говорил об имени Иисуса Христа. Почему же Бог не сказал, ну какая разница, все они молятся мне. Нет, он именно через евреев, среди евреев распространял и говорил об имени Иисуса Христа. Спасение, из какого бы ты народа ни был, спасение только в имени Иисусе Христе. Время от времени меня люди спрашивают, пишут мне, евреи, которые молятся отцу, неужели они не спасены? Как христианский пастор, я сегодня говорю, спасение только через Иисуса Христа. Только в имени Иисуса Христа. Если бы спасение было бы еще в других местах, почему Иисус предстал перед Савлом, Савл был верующим человеком, был ревностным, служил закону, почему он должен был измениться? Послание к евреям 2.12. Возвещу имя твое, братья моим, посреди церкви воспою тебя. Что он будет возвещать? Имя Иисуса Христа. Кому? Братьям моим. Несколько дней тому назад мы находились в Сидоне, в городе Сидон. Вы знаете, что это библейский город, который находится в Ливане. Я там был со своей супругой, и также с нами были два человека из Соединенных Штатов. По национальности русский, но из Америки. И также был наш Сывак, пастор Ливане, и Агарут, который переводил нас в Сидон. Прекрасный город, очень красивый, но очень исламатизированный. И гуляя по городу, ты заметишь плакаты, но плакаты не депутатов, которые мы можем видеть, или какую-то пропаганду. Например, когда я был в Германии, я видел плакаты, и я понимал, что это плакаты человека, который хочет стать депутатом. И также в Армении, если ты увидишь плакаты, ты понимаешь, что рекламируется или какой-то концерт, или какая-то предвыборная кампания. И ты знаешь, в Сидоне также есть очень много плакатов, почти что на каждом шагу. И знаешь, что это за плакаты? Плакаты со смертниками, которые считаются героями, которые являются примерами для подрастающего поколения. И это оставляет такое влияние, что ты, один из них, захочешь, чтобы также твое фото оказалось на этих плакатах. И так, это город Сидон. И когда мы ходили по этому городу, Господь вложил мне в сердце, чтобы начали поклоняться Господу. И мы начали, воспевая, ходить по городу. И я даже поделился этой историей в моей сети Инстаграм. Также мы посетили в этом городе дом, где жил апостол Павел, и мы там воспели Господу. И такая молитва пошла на языках. И вдруг люди вокруг нас остановились и стали смотреть на нас. Но к нам не подходили и не останавливали нас. Знаешь почему? Потому что нам не было совершенно страшно. Мы это делали со смелостью. И гуляя по городу, мы решили зайти в один из кафе. И хозяин этого кафе, он сам обслуживал нас. Человек, который был старше меня по возрасту. Мы попросили кофе. И он подошел к нам, и мы завели беседу. И мой друг, который из Соединенных Штатов, пригласил его сесть к нам за столик. И я сказал ему, знаешь, мы верим в Бога. Он сказал, и я верю в Бога. И когда меня переводили на арабском, Бог это так же, Аллах. И ему перевели, что я верю в Аллаха. И он говорит, я верю в Аллаха. Слава Аллаху. И он поднял руки. И тогда в эту минуту я понял, что я должен что-то сделать. И я сказал, знаешь, я здесь и сюда пришел во имя Иисуса Христа. Я верю в Иисуса Христа, который есть истинный Бог. И хочу, чтобы этот Бог так же посетил и тебя. И знаете, что произошло? Когда я это сказал, он положил свои руки на глаза, закрыл свое лицо и начал плакать. И он начал говорить, я не понимаю, что со мной происходит. С Ивак и эти двое человек орут, они все это видели. И вдруг он начал говорить, послушайте, вы как с небес спустились, потому что когда вы говорите, что со мной что-то происходит. Ты знаешь, мы за него помолились, и Дух Святой спустился на него. Мой духовный опыт начался с конца 80-х годов. Ну, может, с 89-го года. И до сегодняшнего дня я еще такого не увидел. Как посетил Дух Святой Человека вот таким образом. И после этого он начал проповедовать, пророчествовать. Мою жену зовут Лусине. Это по-русски как Светлана. Он не знал никого из нас. И он сказал, твое имя имеет значение со светом. И он начал говорить о тех вещах, которых он не мог знать, и знали только мы. И после всего этого мы продолжали говорить об Иисусе Христе. Возлюбная церковь есть сила в имени Иисуса Христа. Аллилуйя. И он обернулся ко мне и начал пророчествовать. И Севак, который понимал на арабском, сказал, что его пророчество лилось в стихотворной форме. И он сказал, ты отец для многих людей. Это был человек, который старше меня по возрасту. И он сказал, я не знаю почему, я хочу тебя попросить, чтобы ты стал моим отцом, духовным отцом. И посреди этого города, города Сейдона, открылся путь. И мы сегодня можем посетить его. Его сын потом пришел, познакомился с нами. Эти люди открылись для Иисуса Христа благодаря того, что мы просто призвали имя Его. И все изменилось. Слава Ему. Когда мы проходили через пустыню, Виорданская пустыня, мы также говорили с бедуинами. Я вам скажу, что это очень крайние люди. И когда я проповедовал одному из бедуинов, он сказал, я тоже верю в Бога, я рожден вообще с Богом. Тогда я ему сказал, а что ты скажешь об Иисусе? Иисус Христос, Бог хочет благословить тебя. Он сразу же поднял свои руки и сказал, я хочу, пусть Иисус Христос благословит меня. Возлюбленные, имя Иисуса Христа изменяет все. Есть сила в имени Иисуса. Сегодня очень много американских певцов поют о Боге, и люди говорят, о, они прославляют Бога. Но знаете, что интересно, что когда они поют о Боге, да, они говорят «гад», называя имя Бога. В Индии многие поют о Боге, в мусульмане поют о Боге. А пусть этот певец запоет песню, где он поет об имени Иисуса Христа. Многие говорят, о, Бог прикоснулся ко мне. Пусть скажут, Иисус Христос прикоснулся ко мне. Ты сразу станешь в центре внимания. Вспомните, апостол Павел был верующим, а точнее Саввел был верующим, но когда он встретился с Господом, он стал свидетелем Иисуса Христа. Почему сегодня свидетели, я их называю лже-свидетели, свидетели Якова, они распространяются. И знаете, о чем говорят? Что да, Иисус – это не Бог. Так, такой свидетель остановил меня на дороге и начал показать мне места из Библии, где написано, так говорит Господь Якова, так говорит Господь Якова, что будешь моим свидетелем. Они не знали, что остановили того человека, который прекрасно знает, что в Писании написано, идите, будете свидетелем имя моего. Тогда я сказал, ты закончил? Я открыл место Писании, где написано, что Иисус сказал, с сегодняшнего дня будете свидетелем моего имени. Тогда Он сказал, можно мы встретимся завтра, я поговорю со своими лидерами. Нет, Иисус Христос призвал, чтобы мы были Его свидетелями. Первое послание Коринфянам, в первой главе, во втором стихе написано, церкви Божьей, находящейся в Коринфянам, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Скажи, во всяком месте. Где они призывали имя Господа? Во всяком месте. Откровение 3.8 Знаю твои дела. Вот я творил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Знаете, что это означает? Что у тебя немного силы, но ты не отрекся имя моего. Очень легко стоять в церкви, петь, воспевать имя Господа Иисуса Христа. Очень легко поднимать руки в церкви, говорить смело об имени Иисуса Христе. Но как ты сможешь сказать об имени Иисуса Христа перед теми людьми, которые сильнее тебя? Представь, тебя пригласили на программу ТВ, все смотрят на тебя, и у тебя есть возможность поднять или свое имя, или прославить имя Иисуса Христа. Я помню, как одного очень знаменитого человека пригласили на телевизионную программу. И я знал, что он верит в Иисуса Христа. И он часто говорил мне, мне говорил, что мой успех приходит от Иисуса Христа. И когда ему спросили, в чем секрет вашего успеха, он сказал, я думаю, что в этом мое трудолюбие и в моем образовании. Еще как можно отречься от Иисуса. И когда я его потом встретил, я спросил, а ты же мне говорил, что твой успех сокрыт в Иисусе Христе. Он сказал, ну это же телевизионная программа. Тогда я ему сказал, а может быть, это было то время, чтобы ты оставил влияние, провозгласив имя Иисуса Христа, и что ты изменил. Поэтому я прошу тебя, не отрекайся от имени Иисуса Христа. Вы знаете, сегодня вы можете найти очень интересную историю, о которой сегодня много пишут американские газеты, которая произошла 2 недели назад. Из Ямайки должен взлетать был самолет, по-моему, это была Ямайка. Вдруг перед самым взлетом одна женщина-негритянка исполняется Духом Святым, и вдруг она встает и начинает танцевать и кручиться. Иисус, 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 Иисус. Ее хотят успокоить, а самолет не имеет права взлететь, если какой-то из пассажиров еще не занял свое место. И все начали кричать, эту ненормальную выведите, и стали снимать ее на телефоны. Но она не обращала никого внимания и продолжала провозглашать имя Иисуса Христа. Кто-то начал ее назвать демонической, потом обзывали ее сектанкой. С бизнес-класса, смотри, люди говорили, как так можно? Но она начала продолжать крутиться вокруг себя и провозглашать Иисус, Иисус, Иисус. И это длилось 2 часа. Я сам слышал эти новости. И видел, как она 2 часа кричала, Иисус, Иисус. В конце концов, ее силой вывели самолета, и самолет начал готовиться к взлету. И знаете, что произошло? Произошло возгорание. Все двигатели начали гореть, и все люди были спасены. И знаете, что сказал пилот? Эта женщина спасла всех нас. Потому что пилот сказал, если бы мы взлетели бы 2 часа тому назад, это бы возгорание произошло в небесах, и мы бы все разбились. И тогда мне так бы хотелось спросить те, кто обзывали эту женщину ненормальной, сектанкой, кто смеялись над ней, посмотреть им в лицо и спросить, что же вы сейчас скажете? Все люди были спасены благодаря одной негритянке, которая не сидела в бизнес-классе, но просто которую посидел Господь, и она не постеснялась исповедовать имя Иисуса Христа. Она встала. И вообще, вы знаете, негры, они так открыты для Бога. Потому что мы более такие культурные, и мы бы подумали бы, неудобно. Но эта женщина не стала, не посмотрела ни на кого. Встала, начала провозглашать имя Иисуса Христа и тем самым спасла всех людей, находящих на борту этого самолета. Возлюбленной есть сила в имени Иисуса Христа. В Откровении в 15 главе, в 4 стихе написано, «Кто не боится тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят, все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Кто не убоится и не прославит имя Твое? Если кто-то еще не прославляет имя Иисуса Христа, это вопрос времени. Однажды меня спросил один человек, если вы так заявляете, что спасение только в имени Иисуса Христа, по вашему мнению, тогда спасется только часть народа? Нет. Возлюбленной написано, что когда Иисус придет, каждое колено склонится перед именем Иисуса Христа и прославит Его. Итак, если сегодня кто-то еще не верит в имя Иисуса, это просто вопрос времени. Я хочу прочитать очень прекрасное местописание. И это учит нас, как нам жить по жизни. Колоссянам 3.17 И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что вы будете делать. Скажи, все, что я буду делать. Если ты сегодня здесь сидишь и решил после служения кому-то позвонить и высказать все, что ты о нем думаешь, или после служения решил поставить свою свекровь или невестку на место, или тещу поставить на место, я тебе скажу, прежде всего, каждый находится на своем месте. И теща, и свекровь, это ты не на своем месте. Потому что, когда ты будешь на своем месте, ты не будешь гневаться или хочешь поставить на место своего начальника. здесь есть человек, который хочет высказать кому-то все, что ты думаешь о нем. Знаешь, прежде чем что-то сделать, попробуй, что делать это во имя Иисуса Христа. Или ты после служения решаешь пойти в какое-то кафе, там, выпить стаканчик вина, и также сегодня продолжается празднование города. Попробуй это сделать во имя Господа. Ты увидишь, что твои руки откажутся делать нехорошее. Или ты, если ты решил сломать кому-то жизнь, попробуй это сделать, как для Господа. Если ты думаешь начать плутный образ жизни, попробуй это делать, как для Господа. Или своровать что-то, как для Господа. Поверь, что как только ты призовешь имя Господа Иисуса Христа, ты остановишься и не будешь делать глупости. И так написано, что бы вы ни делали, делайте, как для Господа. И во имя Господа. Когда я только покаялся с моим братом, родным братом, у нас были большие гонения со стороны моих родителей, потому что они не были на то время в вере. И я говорил, Господи, помоги. Но в один из дней мы объединились и сказали, этот дом принадлежит Иисусу Христу. Иисус, царству в этом доме, мы отдаем этот дом в тебе. И ты знаешь, что произошло? Через некоторое время мои родители покаялись. провозгласи. Провозгласи. Моя невестка меня не слушается. Продолжает меня не слушать. Тогда я объясню. Когда ты отдаешь свой дом в руки Иисуса Христа, это не означает, что ты становишься царицей. И все, что ты говоришь, должно происходить. Просто доверяй руке Господа и провозглашай Его Царство. Написано, что бы вы ни делали, делайте во имя Господа Иисуса Христа, потому что есть и сила в имени Иисуса. И путь к победе это имя Иисуса Христа. Хочешь подняться? И сейчас есть такая карьерная ступень. Я тебе советую, иди по этой ступени, даже, во имя Господа. И запомните, помните, как Голиаф встал со своим орудием, натренированный Голиаф, встал, пугая израильский народ. И перед ним вышел Давид, просто с камушками. И даже это оскорбило Голиафа, который сказал, что я собака, что я пес, что ты вышел против меня с палками и камнями. И Давид сказал, ты вышел со своими богами, а я выхожу во имя Господа Саваофа, возлюбленная церковь. Может быть, сегодня Голиаф встал перед тобой. Может быть, это финансовый Голиаф, Голиаф проблем, семейный Голиаф. Скажи, ты вышел против меня со своей демонической силой. Я выхожу против тебя во имя Господа Иисуса Христа. И Голиаф пойдет. Аллилуйя. Давайте встанем. Давайте поклонимся, потом мы помолимся вместе. Иисус Христа. 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 Гору джунка, коа ба ме чь, Иисус. Гору джунка, коа ба ме чь, Иисус. Гору джунка, коа ба ме чь, Иисус. Книга Откровения 19.10. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Апостол Иоанн пишет, что он хотел поклониться ангелу, но ангел запретил его и сказал, поклоняйся имени Иисуса Христа, который есть дух пророчества. И так в последние дни, когда ты будешь исповедовать имя Иисуса Христа, знай, что на тебя придет дух пророчества. И последнее место Писания. Книга Деяния 19 глава 17 стих. Это сделалось известно всем живущим Ефесии, Иудеям и Елинам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Что было величаемо? Имя Господа. Что должно быть возвеличено в Армении? Имя Иисуса Христа. Что должно быть возвеличено в тебе? Имя Иисуса Христа. Имя Иисуса должно быть почитаемо внутри тебя. Если ты уже верующий 20 лет, и 20 лет спустя ты можешь спросить, ну почему все не происходит так, как я хочу? Или есть вещи, за которых я молился, это не произошло. Я тебе скажу, что в течение 20 лет имя Господа должно было настолько было возвеличено в тебе, чтобы ты свои материальные прошения оставил бы и больше думал о горне. Возвеличивай имя Господа в своей жизни, потому что не знаешь в чем, Боже, для Божия, что Господь запланирует за тебя. Прославляй всегда. И пусть имя Господа Иисуса Христа не отходит от уст твоих. Давайте вместе помолимся. В единстве молитвы провозглашая имя Господа на каждого из нас. Отец Бог наш, мы приходим в молитве к тебе. И просим за каждого человека, кто исповедует имя Твое. Господь, мы знаем, что есть сила в имени Твое. И сегодня мы провозглашаем, что во имя Твое больные будут исцелены здесь, на этом месте. Голиафы падут во имя Твое. Иисус, мы призываем имя Твое и говорим во имя Твое. Мы приказываем, чтобы демоны отошли от людей. Во имя Иисуса Христа. Дьявол, оставь этих людей. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем исцеление. Господь Бог наш, пусть имя Твое будет возвеличено в жизни каждого из нас. Мы провозглашаем день освобождения во имя Твое. И провозглашаем имя Твое на каждого человека. Пусть придет Твоя исцеляющая сила, освобождающая сила. Сила распространять и говорить Твое имя. Мы, носители имени Твоего, Господь. Мы благодарим за эту честь и привилегию. И помоги нам распространять, исповедовать имя Твоего по всему миру. Прослався в нас, а мы в Тебе. Господь Бог наш, пусть Твое имя никогда не отходит от этого места, от наших уст. Пусть Твое имя никогда не отходит от нашего города. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аминь! У меня есть один друг. Он уже очень взрослый. Больше 80 лет. Его зовут Дёржгут. И когда он был в Армении, он рассказал очень интересную историю. Он председатель ансамблей. И в честь его имени в Иерусалиме открыли университет. И он рассказал, что когда Дёржгут посетил Иерусалим, они решили посетить этот университет, который назвал его имя. Потому что они его финансировали. И вечером сторож, он охранник, он запретил им зайти туда, потому что университет был уже закрыт. И он тогда сказал, послушай, я Джордж Вуд. Он сказал, послушай, кто бы ты ни был, время посещения закрыто. Я сказал, тогда позови твоего менеджера, твоего руководителя. Пришел руководитель. Я ему сказал, послушайте, я Джордж Вуд. Вот спустите меня в этот университет. Он сказал, это не имеет значения. И знаешь, тогда я увидел позади них трехметровую картину. Я сказал, послушай, обернись, кто там нарисован? Он сказал, это вы. Он сказал, ну вот так я, Джордж Вуд, председатель этого университета. Он сказал, послушай, ну есть закон. И по этому закону вы не имеете права в это время зайти в университет. Я был настолько оскорблен, рассказывает он. И когда он сел в автомобиль, Дух Святой проговорил к нему, знаешь, вот так и со мной. Во многих церквях сегодня картины с моим изображением говорят обо мне, но меня не впускают. Но знаешь, где Дух Святой, там свобода. И давайте будем всегда открыты, чтобы Господь Иисус совершал все по Его воле. И пусть Его имя будет прославлено на этом месте во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя! Аллилуйя! Завет! Если вы больны или нуждаетесь в освобождении, вы можете спуститься на нижние этажи. А сейчас давайте вместе помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да исполнится воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царствие, силы и слава во веки веков. Аминь. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да придрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Субтитры подогнал «Симон»!